ничего не видно всем привет привет сижу пока жду в машине решила выйти в прямой эфир только видимо здесь вливая даже не знаю как быть я надеюсь зато слышно слышите меня нет куда посветлее вроде просто просто мне в директ такое количество вопросов приходит я решила что проще наверное выйти в эфир и на эти вопросы быстренько поотвечать вот что-то вопросов нету почему у тебя так много подписчиков я не знаю пока слышу так если есть вопросы у меня прям что-то я зашла в директ и его как будто бы разорвало как называется стрижка никак отращиваю волосы поэтому стрижка называется и как давно не стригусь ну как почему-то в темноте я в машине сижу жду даже свою забрать пока жду решила поговорить ты счастлива очень я сейчас счастлива как никогда вообще-то я всегда счастлива он не финис не планирует выезжать просто так сел в машину еще пользуетесь косметиковой пьяный слон да конечно пользуюсь очень люблю особенно люблю пилинг вот эту сыворотку с витамином c добрый вечер наталья вы устоять очень устаю вы не поверите очень устаю каждый день валюсь ног но я думаю все устают это такая данность взрослой жизни ничего вообще не перекусываете не яблочко нет я стараюсь не перекусывать на сегодняшний день наверное был исключением потому что я столько много всего поела десертов разных и все пробовали так можно рассказать про фен щетку которую купили последний раз я купила фен аналогичный как был у меня бэби билис просто он получился меньше объемом я его купила а мой старый вдруг взял и заработал и новый лежит но я им попробовал один раз он такой же фактически наташа мама планируешь быть ребят конечно планирую только мы планируем а получается не всегда так как планируем это же скажите пожалуйста и все пробовала японские кондиционеры какие самые лучшие будет надо вам видео показать и мой фаворит из но это наверное он больше не японский все-таки корея по-моему прям не могу тащусь у меня даже все кто когда у меня будут эти так вещи вкусно пахнут ну понятно что я там и духи и все такое но этот кондиционер он просто бомбически какой кольской я вообще фанат косметики привет техасу тоже я вообще большой фанат косметики это мое хобби второе как кулинария у меня очень много косметики я очень много чего пробует тестирую на себе я вам рассказываю только про то что я на себе потестировала я очень люблю и корейскую есть достойные продукты и японскую и американскую ну много косметики как можно делать обертывание чтобы похудеть чтобы похудеть и делать обертывание надо соблюдать диету заниматься спортом и делать обертывание если вы рассчитываете кушать булочки и делать обертывание худеть не получится всегда все работает в комплексе к сожалению вот к сожалению кино будете дальше сниматься ой нет кино это было там один раз и неправда и какая я актриса чего смеяться так расскажите про сегодняшний день сегодняшний день весь день я провела на этой выставке пир который проходит крокусе мне было очень много чего интересно посмотреть я даже кое-что себе там приобрела встретилась со своими знакомыми шефами всех было очень рада видеть сходила на два мастер-класса и просто очень много там ходили смотрели все-таки дядя решил выехать это меня дико извиняюсь если быстренько назад перееду вот надо было увидеть всех пообщаться но все посмотреть потому что у меня в планах еще куча кулинарных курсов и соответственно кулинария это не дешевые хобби много каких надо ингредиентов приблуд различных ну так мне нравится покажите ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой сделала вообще на пол экрана как это ничего не вижу ну вот теперь у меня в пол экрана ладно маникюрчик вот он такой красный морковный немножечко так что мне сделать у меня я случайно в сообщении вытащила так про кондиционеры был вопрос как ухаживаете за волосами в холода собственно говоря вот мне очень понравилась вот эта японская процедура и на своей страничке про неё писала она для очень сухих ломких эффект классный эффект держится ну собственно говоря просто у меня хороший шампунь кондиционер и это же у меня по волосам это вообще отдельная история у меня куча различных средств я периодически вам показываю масочки делаю выходе на курсы готовки да я хожу очень много те покупали бежевый свитер или бордовый девочки что бежевый что бордовый это свитера которым если честно признаться уже по миллиону лет и я где бежевый брала я вообще не могу вспомнить бордовый я где-то в каком-то джей крю мне кажется бордовый есть такой магазин но это я в америке покупала я не знаю есть в россии джей крю у тебя всегда сережки со вкусом спасибо я люблю бижутерию так любимые духи у меня сейчас эводе пиковая дама они мои фавориты но я периодически и искать приучаю себя каком-то разнообразие очень позитивно очень вас благодарю таки приятные слова наташа планируете ли рожать в ближайшее время ребят вы знаете вот этот вопрос он в априори какой-то очень глупый планируете ли рожать на этот вопрос может ответить беременный человек и да какой-то вот ориентировочный срок да там до планирую ближайший год или там ближайшие 9 месяцев странный вопрос мы можем много чего планировать но вот в жизни происходит так как происходит поэтому я считаю почему до 16 кушать если важно не есть перестанутся четыре часа а я кушаю до 16 потому что я соблюдаю режим питания который называется 8 16 я очень много про него рассказывала я почему не повторяюсь потому что у меня мои наверное ну большинство подписчиков знает эту историю я не хочу их одной и той же информации загружать 8 16 это когда вы выбираете промежуток времени восьми часовой в которой вы кушаете и 16 часовой в которой вы не кушать мой промежуток такой я там 8 9 утра ночью завтракаю и там в 15 16 я ну как поздний обед и больше я не ем мне это очень помогает потому что сейчас я например позволяю себе кушать абсолютно все я очень люблю сладкое я очень люблю выпечку и я там вот пеку те же самые пирожки я с утра спокойно кушаю пирожки и я от этого не поправляюсь и я даже худею я тут недавно обнаружила что я влезла в свои любимые штаны в которые даже в начале лета я еще даже ногой не могла просунуть ногу представляете а сейчас я просто за отдела надела застегнула и так радовалась как вы относитесь к тонерам вы имеете ввиду для волос наверное да я рассказывала про тонны про тонировку я даже рассказывал про тонировку в домашних условиях мне очень нравится одна вещь я потом показывала как-то шампунь и с тонировкой мне нравится передайте привет галине а пулькина из волжского галина а пулькина привет вам так выложить пожалуйста рецепт пирожков ребят рецепт пирожков я уже объясняла давайте без обид давайте отнесемся к этому пониманию я хожу с пониманием я хожу на кулинарные курсы эти курсы проводит достаточно известный шеф у которого большой багаж знаний большой опыт и она с нами делится этим опытом это не мой рецепт я не имею права сходить на курсы а потом вам его вывалить это первое второе на курсах мы занимались два дня я при всем своем большом желании не смогу вам пересказать этот рецепт и все эти нюансы объяснить потому что ну нет у меня так таких знаний такого опыта я сама еще учусь и это просто даже как-то ну некрасиво взять и выложить чужой рецепт шикарно выглядишь благодарю вас так много декоративной косметики нереально же всей пользоваться да я согласна нереально и более того я и все не пользуюсь это мое хобби кто-то собирает марки кто-то там птичек фотографирует кто-то там бабочек а я увлекаюсь косметикой я очень много знаю что есть на рынке какого качества я покупаю ее тестируют да я все не пользуюсь но это мое хобби вот мать ну вот такое у меня хобби как хотите к этому относитесь привет из волгограда и я волгограду большой привет обожаю наташа скажите на сколько килограмм похудела в целом на этом питании я похудела уже на 8 килограмм на 6 килограмм я похудела очень быстро когда я исключила сахар мучное то есть мне надо было очень быстро сбросить вес сейчас я вернула в свое питание и сладкое и мучное но я это кушаю с утра и там и обедаю там как обеду до такой поздний обед и я не поправляюсь я продолжаю худеть уже не так быстро но продолжаю так привет из самары самаре тоже а вы фамилию мужа взяли ли свою я оставила свою потому что когда мы поженились у нас было в планах свадебное путешествие у меня стояла американская виза у меня был паспорт и мы решили что как бы ну нет смысла сейчас заморачиваться с визой быстро не получится и так у нас то одна виза то другая и как-то но нет необходимости собственно говоря ну что такое ну варвина я какой автомобиль водите у меня рендровер так привет из южной кореи ничего себе южной кореи тоже привет минск были в беларуси не была но кстати говоря очень бы хотела против морщин на лбу что эффективно знаете что эффективно против морщин на лбу прям клейте себе сюда пластырь и приучайте себя не не хмурится не жмурится есть вариант колоть ботокс я честно скажу я колола ботокс в лоб уже уже давно наверное не колю ну как давно нет я последний раз кололу наверное чуть меньше год назад и что-то я решила больше пока не колоть но вообще просто приучайте себя у меня есть подруга вероника тебе кстати привет если ты вдруг смотришь которая в вене живет она вообще вот у нее лоб гладкий гладкий она никогда в жизни себе ничего не колол просто она себя приучила не хмурится не жмурится вот так вот представляете есть вот прям пластырь сюда наклеиваете и ходите и лишний раз не даете лбу двигаться куда планируете полететь в отпуск то есть я уже даже боюсь планировать потому что у нас с мужем были одни планы дела и обстоятельства таким образом сложились что эти планы поменялись сейчас у нас другие планы но это тоже все может поменяться поэтому если я полечу обязательно вам расскажу большая умочка спасибо за рецепт и благодарю мне очень приятно вы также придерживаетесь питания 816 да да я продолжаю придерживаться этого питания нажмите пальчиком на пустую строку экрана о класс спасибо вам благодарю блин опять вот все так с бушной общайтесь конечно общаемся леночка подруженька моя куда же я без нее а наши а наши с ней переписки бесконечные саржак и как часто читаете книги я читаю каждый день я не могу без книг для меня это важно я люблю хорошие книги но хороший что значит хороший просто бывает книга вот она тебя попала вот в определенный момент твоей жизни в определенное настроение бывают книги как снотворная я вот из последнего что-то читала знаете просто открываешь перед сном одну вторую страничку просто на тебя вырубает думаю ладно значит мне сейчас нужна такая книжка снотворная который я так читаю по одной-две странички сейчас хорошую книжку читаю вчера рассказывал stories прям мне нравится захватывающим не обязательно надо перед сном почитать вот очень я люблю это дело так какой у вас рост и вес у меня сейчас 50 с половиной килограммов и 155 рост как вы относитесь к тем людям которые постоянно интересуются когда дети я вам так скажу человек воспитанный человек здравомыслящий не станет задавать таких вопросов потому что ну как бы все понятно да про этот вопрос ну не говорю только беременная женщина может на вопрос когда дать ответ это не во всех случаях ну они просто знаете как говорила моя мама любопытство не порог а большое свинство вот так я к ним отношусь даже сохраните эфир какая у вас модель айфона у меня 10 11 я себе еще не купила очень хочу но он такой зараза дорогой и блин вот вы удаляли камки биша нет никогда ничего я не удаляла на своем лице у меня была одна единственная операция нос и это была операция по здоровью у меня перегородка была клювом и мне это очень сильно по жизни мешало я очень часто болела и мне выравнивали больше ничего не делала камки биша если кто-то задумывается над этим девочки вас прошу пожалуйста ни в коем случае этого не делайте анатомически не может человек без них быть вы потом через там 10-15 лет будете свое лицо с коленок собирать зачем вам это надо и ни один нормальный здравомыслящий хирург косметолог не предложит вам эту процедуру если он вам предложит опять бегите от него чтобы пятки прям горели значит это не профессионал этот человек который просто хочет срубить бабла вот и все вот и все он не хочет сделать вас красивый он хочет срубить баблишко так я возвращаюсь и продолжаем парковочкой с кем еще продолжайте общаться с дома 2 неужели это вам интересно сладом когда у нее очень дружно с ксюхой ну ксюху не из дома дала она просто она просто друг по жизни у меня нифига не работает вы лучше готовьте чем вы лучше готовьте чем футбол я честно могу сказать что я считаю что я не очень хорошо готовлю и вообще я порой стесняюсь что-то выкладывать сладкое кушайте кушаем так наташа почаще прямой эфир я не ожидала что может не корректно зачем вы сделали зубки давайте про зубы тоже я один раз отвечу люди которые считают есть что я себе увеличила зубы простите попробуйте на свой зуб даже тоненькую жвачку налепите и походите с этим нереально увеличить зубы это вообще невозможно мне зубы сделали просто белыми да мне так хотелось но какие они у меня были они один в один мои зубы миллиметр в миллиметр и те кто пишут зачем ты сделала большие зубы ребят алё у меня всю жизнь были такие зубы я если честно комплексовал из-за своих зубов особенно от эти два передних не всегда думаю господи я прям бакс бани какой-то ну почему же мне так не знаю боженька такими зубами наградил а мне потом все горят ты чё горит куку все хотят передние два зуба это типа голливуд вот такие большие когда ну ладно ну голливуд а так мне просто беленькие очень нравится stories спасибо за ваши кулинарные спасибо благодарю благодарю но мне кажется у меня такие обычные рецепты ничего выдающегося но я люблю это дело готовить слышал что обед нужно нужно обязательно до 14 нет не обязательно все зависит от того во сколько вы начинаете завтракать если вы завтракаете в 6 утра туда до 14 если вы завтракаете в общем вы свое 8-часовое окно отмеряйте сами если вам надо вы хотите сбрасывать вес при этом питании то старайтесь чтобы 8-часовое окно было в первой половине дня не переносить его на вторую половину дня уже проверено многими если ты например не завтракаешь там обедаешь и ужинаешь да как бы это как бы хорошо но ты так не худеешь можно и тебе привет это же хорошо выглядеть благодарю передайте привет городу шарипово привет вам какие процедуры делать для лица никакие домашнего ухода мне вот так с головой по хватает тем более я за лицом ухаживаю каждый день ступина тоже большой привет такое больше чем до времени дома да пожалуйста вообще без проблем скажите вы свои волосы отращиваете да я хочу вернуть свои длинные уже у меня получается вроде в эти 8 часов у меня два приема пищи достаточно плотный завтрак достаточно плотный обед никакой никакого перекуса яблочек еще чего-то вот это вот кусочничество забудьте про это сели покушали плотно нормально и пошли дальше по своим делам и пьете водичку и в 16 часов можно только водичку но это кстати не так страшно как кажется вы хотели бы открыть свое кулинарное кафе если честно нет не хочу я представляю какой-то адский труд это прям надо там жить на все положить и я к этому не готова и я считаю что нет у меня таких знаний я раздумываю над тем что может быть завести какой-то ютубчик ютубчик с приготовлением хотя просто сейчас этого так много вот реально очень много и имеет ли это смысл я не очень понимаю как вы держитесь по вечерам когда муж хомячит дело в том что мой муж тоже на этом питании и кстати говоря мой муж он более ответственный и целеустремленный чем я и у него просто потрясающие результаты он скинул уже больше 20 килограммов он начал правда раньше чем я у него очень четкое питание то есть он в отличие от меня плюшками не балуется и он прям девчонки он он поймет то что похудел он так помолодел он очень круто выглядит причем спортом занимается не так как я я все-таки лайтовые у меня занятия у него прям ежедневные тренировки дорожка он бегает по 10 с лишним километров ну прям он пример но просто меня времени не хватает сил времени как-то так и плюс мне не хочется сейчас кулинарии останавливаться и мне тоже для этого надо время и так получается на тусе я из рузы привет вам и украине привет мне кстати мамочка с украины родом была красноярском краю тоже огромный привет азербайджан огромный туркменистан огромный привет пенза барнаул казахстан сохранить эфир он вообще не пьет алкоголь нет ни я не муж мы не пьем алкоголь мы сделали выбор в пользу здоровья ну как-то знаете я его в принципе особо никогда это алкоголь не 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 любила мне мама моя почти не пила вот ну вот не любила на это дело и я как-то я спокойно я и так веселая наглая громко я могу расслабиться могу повеселиться мне не нужен для этого алкоголь добрый вечер все пролетает сообщение и я очень рада что вам нравятся мои рецепты я буду стараться выкладывать почаще слушаю ваш голос можно спокойно заниматься делами приятно мне так приятно и в то же время так неудобно что читаете что читаете девчонки про нейрохирурга книга он написал очень пока что мне очень нравится посмотрим что дальше но я там начала я только не тоже прочтите мое сообщение очень важно прочла а с харитоновой что с харитоновой 816 это интервальное голодание да все верно это интервальное голодание что скажете по поводу lpg я скажу по поводу lpg свое субъективное мнение смотрите мы все с вами делаем маникюрчик для того чтобы сделать маникюрчик надо сначала там снять старый лак обработать сюда все правильно потом нанести базу потом нанести цвет дальше это уже такое топовое покрытие чтобы ноготки блестели для меня lpg это топовое покрытие самое финальное то есть если вы при помощи lpg надеетесь похудеть вы просто выкидываете свои деньги lpg это когда уже привезли себя там вот в тот вид который вам вам комфортно и вам нравится и пошли уже и вот lpg себе поделать но с помощью lpg девочки я столько денег на все это дело просто относила в эти салоны не работает не работает lpg если вам интересно какая процедура для тела мне нравилась и которая работала это эндосфера сейчас вроде есть что-то новее чем эндосфер я уже давно не интересовалась и никуда не ходила вот но вот эндосфера клево работала это если опять таки если вы при этом параллельно как-то еще помогаете своей своей фигуре вы суеверны ну вроде да и вроде и нет если что-то падает на пол я это не поднимая стучу ну наверное суеверно наташа мне надо делать операцию выравнивать перегородку носа боюсь дело в том что меня три года мне три года у меня из-за того что была искривленная перегородность она внутри вот так клювом она мне фактически одну пазуху перекрывала я болела геморритом бесконечно причем я болела им настолько сильно я могла месяц болеть полтора меня три-четыре антибиотика общество ничего не помогало я про но знаю абсолютно все что мне и проколы и уколы и кукушки и промывание мне делали все и очередной раз когда я очень сильно болела это было уже два месяца тянулся этот геморрит мне плохо голова раскалывается нос болит не горит зачем ты тянешь иди сделай я решилась я пошла и сделала блин чего я тяну три года я не могу понять если вам по показаниям здоровья надо ровнять перегородку идите ровнять не бойтесь все это дело проходит под наркозом первые два дня будет очень некомфортно но все это можно перетерпеть зато потом вот я просто ну я реально по-другому дышать начала я не болею уже так я уже не знаю что такое геморрит я вам еще обязательно расскажу про одно средство для носа которые в сезон вот этих простуд болячек если вы чувствуете какое-то вдруг шебуршение в носу начинающиеся сопли или уже сопли я расскажу как круто можно лечить любую вот это вот либо начинающиеся болезни либо сопли вот такая вот вещь продается в аптеках я только ей пользуюсь вот только ей повара дашь так солнечного сочи расскажите ваши покажите ваши средства это надо мне заходить мою постирочную и показывать вам я тоже фанат вот эти вот эти вещи я фанат эти есть еще одно хобби как перестать плакать папа умер пять месяцев назад назад ну во первых говорят когда мы плачем нашим близким там от этого очень некомфортно поэтому перестаньте плакать вы слезами папу не вернете покажите ему что у вас все хорошо что вы счастливы что вы продолжаете жить потому что именно этого я думаю хотел бы ваш папа чтобы вы жили были счастливы чтобы у вас было что-то в жизни интересное вам всегда будет его не хватать поверьте время лечит но по папе вы будете скучать просто с этим надо смириться люди уходят от нас близкие люди уходят вот наверное там им тоже хорошо не хочется так думать а еще я точно знаю что моя мамочка на мой ангел-хранитель я думаю что ваш папа станет или уже есть вашим ангелом-хранителем поэтому не надо плакать живите родители этого хотят больше всего для своих детей чего-то всегда одна а вы как на работу за ручку ходите с мужьями муж свои дела у меня свои дела конечно мы вместе проводим время выходные там ветер а вот на что нам ему надо было со мной сесть тут сидеть наташа в россии заказать бижутерий который покупали в америке можно девочки можно там есть на сайте выбирайте россия там все это есть наташа пробовала вакуум делать как относится к этому сначала мне что мне это понравилось вакуум ну не совсем согласна почитала исследование посмотрела про вакуум его главное делать правильно знаете мне в этом плане очень близко и нравится методика марины corpon бодифлекс оксисайзинг как вот она учит дышать и это работает и я в том числе тоже эти упражнения делаю я на упражнениях марины очень быстро вернула талию я аж офигела то есть я реально еще у меня ляжки оставались такими жирненькими я одеваю джинсы на ляжках вот все плотно а здесь болтается обычно у меня талия худела в самый последний момент поэтому если вам интересно там марина есть страничка зайдите посмотрите там есть какие-то упражнения студия мне близка эта методика и мне она нравится и я по себе могу сказать она очень классно работает лабрадора моя страсть очень хочу завести что посоветуйте посоветуй завести что это моя страсть скрабами пользуюсь да пользуюсь конечно пользуюсь и для тела и для головы ребята пишите ой ты была бы классно ведущей не думали об этом да мне тоже кажется что я была бы классно ведущей но никто не зовет ничего вести ну ничего привет зеленограда зеленограда тоже большой привет ой ли она меня смотрит ли она привет тебе наталья вы никогда не рассказывали про косметику holy land вы имеете ввиду но у меня было и не так много в основном этой косметикой пользуется в салонах кому-то она очень нравится я могу сказать ну я какого-то прям вау эффект от нее не почувствовала но надо быть честной я никогда ей пролонгирована и не пользовалась то есть как-то она во всех салонах салонах она мне не сильно интересовало я думаю что она наверное неплохая вы когда готовите если все ног для кого тогда готовить для себя для семьи почему он кажется что я какими-то и за ведрами готовлю вам кажется просто я уже говорила не раз ну во первых у нас я муж и моя племянница даже на живет сейчас к нам приехали гости то мой брат женой с сыном это уже шесть человек у нас и я люблю когда открываешь холодильник и ты под настроение себе можешь выбрать что покушать я так люблю у нас чаще бывает так иногда бывает что и небольшой выбор по всякому бывает а на поддержке веса также питаетесь да я также питаюсь потому что помимо похудения от 8 16 очень здорово восстанавливается гормональный фон обмен веществ омолаживается организм там очень много плюсов и я в принципе то это питание начала и по здоровью в том числе спасибо большое тоже благодаря вам похудела за 4 месяца человек похудел на 11 килограмм вот девушка мне писать пишет на этом питании и это еще не предел очень многие мне пишут о своих результатов и они у них реально крутые не чита моему так как часто моете голову я раз в три дня раз в четыре дня очень вручает сухой шампунь я вам тоже не раз показывал но когда куда-то надо но мою но не я не я считаю что я не очень часто мою ты умничка благодарю вас лазерную до делала про шампунь девочки очень много рассказывал и не раз и у меня есть и в сохранен ас я удалила потому что стали скринить и типа продавать от моего да не рассказывала могу еще раз показать скажите я не успеваю читать вопросы как относитесь гербалайф ой да простят меня все те кто продают гербалайф отношусь к этому крайне негативно негативно также как к этой продукции в банках вот это вот порошок ребята это все жуткое говнище это галимая химия вы просто засираете свой организм надежде на то что вы какой-то порошочек разведете с водичкой попьете не похудеете ну блин тогда можно верить что гарри поттер вот сейчас выйдет из соседнего подъезда махнет палочкой все случится пожалуйста не тратьте свое время тратить свое здоровье хотя пока вот папа не всегда говорю пока сам не не упадешь не рос нос не разобьешь соломку не постели я тоже какой-то момент вот энерджи дает вот это вот я покупала себе эти банки рассказывают историю абсолютно не раз мне было плохо так я просто я думала я подохну меня просто полоскала желчью двое суток и это страшное говно дело в том что поскольку у меня удаленный желчень у меня в принципе очень чувствительный желудок я чувствую любую химозу в продуктах любую малейшую я даже там вот найти там сосисочки их не ем очень очень редко я даже вот там сосиски покупаю если в них какая-то химоза есть мне моментально становится плохо у меня кстати у мамы была такая же реакция на продукты то есть это страшная химоза и все кто продают и говорят это клево мне продавала девочка там моей хорошей знакомой близкая подруга то есть вроде как бы человек не должен был впарить говно это что-то я даже своему ребенку даю вряд ли она дает это своему ребенку либо она не любит своего ребенка либо она просто бессовестная вружка это жесть не верьте не в тайские таблетки ни в коем случае не каких-то там мишек для похудения не в порошке не в гербалайф ребят вы что девочки милые к сожалению возьмите себя в руки завяжите себе рот не знаю найдите себе свое идеальное питание при котором можете себе что-то позволять или не позволять и живите в гармонии то есть для меня 8 16 оказалось идеальным выходом вот просто идеальным я люблю выпечку я люблю сладкое повторяюсь я себе это позволяет при этом я не набираю в класс про волосы наташа перегородку делали платно за палату точно платили за наркоз платили за саму операцию нет уж меня направляли я где-то на страничке вешала я делал отоларингический этот центр наш в москве куда со всей россии едет едут там работают лучшие лоры москвы и меня оперировал лучший лор авербух владимир иванович мне кажется да простит он меня если вдруг а точно авербух фамилия а имя могу залезть в контакт то есть обалденный врач просто врач от бога наташа как пример с вами живет не мешает нет конечно не мешает во первых это не маленький ребенок это взрослая 18-летняя девушка у нас большой дом много комнат она нам никак не мешает и мы очень рады что она живет у нас что она поступила в мед что она научится на умничка она отличница на вообще у нас хороший человечек вот она мне кстати пишет что она заканчивает и мне и я сейчас с вами тоже закруглюсь мой муж на перекруто там очень много людей от геморрита асд фракция 2 да все верно асд фракция 2 вот это лекарство от носа если я чувствую что вдруг я начинаю что-то какой то вот это вот в носу слышать я развожу я купила долфин вот саму бутылку от долфина я навожу в эту бутылку 200 миллилитров воды я на него наливаю асд надо открыть правильно его нельзя открывать полностью крышку надо взять иглу от шприца засунуть туда и шприцем набираешь лекарства на 200 миллилитров воды набираем 2 миллилитра асд и выливаем лекарство из этого шприца прямо в воду чтобы не было соприкосновения с воздухом и вот этим раствором мы полоскаем нос вот как раз в пятницу я поехала на курсы я видимо какой то вот этот я вам тайские таблетки показала они как бы будут работать но когда начинаются сопли а ты еще поехал и сидеть то вот это вот но я бегала промывала промывала наверное я старалась почаще ну там каждый там час раз раз главное когда промываете наклоняете голову не закрываете при этом ноздри вот так вот промыли ну там сделали дело промыли вот я по разу промывала каждый час три дня я так промывала все уже почти что не осталось у меня вот этого прям супер болезненного состояния ну вот на ночь я еще продолжаю промывать и вообще я этим лекарством спасаюсь вот не вы не представляете как для меня это лучшее это ты никакой химию не глотаешь никакие антибиотики ничего ты просто промываешь да я предупреждаю сразу но воняет воняет она говном не каждый готов терпеть эту вонь но я лучше потерплю войн чем я буду пихать себя антибиотики и есть 22 как сказать кто выпускают есть армавирский асд он такой как оранжево что-то вот он просто не фон он блевотно воняет а есть такая коробка она белая с красным посмотрите в сохраненных stories я показывала вот он терпимо еще воняет армавирский просто вообще шляпа такая там вонь стоит а этот нормально терпим все терпимо главное ты понимаешь что это работает это натуральное лекарство кому интересно почитайте с чего она сделана не буду вас пугать но она реально крут работает наталья вы директ читаете девочки если бы я вам показала свой директ вы бы меня поняли там просто так открываешь и можно так мотать 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 и все гр… ты 2 дня назад показывала помнишь 3 дня назад а помнишь расскажи еще раз расскажи и вот все такие просьбы я не могу физически всем ответить и не могу физически всем дать эту информацию которая уже давала вы пожалуйста не обижайтесь я периодически отвечая я периодически читаю но я не могу все время жить в телефоне это неправильно я хочу еще заниматься семьей я хочу заниматься собой я хочу читать я хочу что-то смотреть их Ну, я не могу жить в телефоне, я с ума так сойду. А родственники мужа приезжают к нам? Конечно, приезжают, летом вот приезжали. Что вы так переживаете, что у нас родственники, или мои, или мужи, они что, в вашу квартиру приезжают? Мы очень рады нашим родственникам, мы их любим. Так, народ, вопросов миллион, мне очень приятно. Это очень... Ой, Людмила, это очень круто, что у вас столько вопросов. Дашенька моя закончила, всё. Я прощаюсь, всем хорошего вечера, хорошего настроения, не скучного вечера, приятных впечатлений. Я не знаю, надо ли сохранить этот эфир, мне кажется, мы просто о какой-то ерунде с вами болтали. Ну, наверное, все просят сохранить, я сохраню. Всё, всех целуем, всем пока. Наверное, сделаю в ближайшее время вопрос-ответ, потому что вопросов очень много, на всё невозможно ответить. Про директ вы поняли, да, не обижайтесь, физически сложно всем отвечать. И вообще, очень много информации в сохранённых сториз. Не ленитесь, отматывайте, смотрите, я всегда всё очень подробно рассказываю. Всё, я побежала. Всё, очень много! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...